Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы рассмотрим кисточки, которые недавно пришли мне с Алиэкспресс. Первая кисточка с коротким ворсом, синтетика, упругая, маленькая. Вторая кисточка очень тоненькая, очень удобная, наверное я буду рисовать ей вензеля. Она средней длины, тоже мягкая. И третья кисть с длинным ворсом для геометрии. Сегодня мы их протестируем с вами. Ручки металлические, матовые, очень приятные на ощупь и удобные. В восторге, очень тоненькие кисточки. Итак, уже на готовый ноготок, перекрытый топом, будем рисовать кисточкой под номером 2 вензеля. Берем черную гель-краску и хорошо пропитываем ею кисть. Пропитаем и обтираем излишки. Видите, как я хорошо пропитала кисточку. И на кончик набираем капельку. Ставим точечку и медленно нажимаем на кисть и отпускаем. Выводим запятую. Чуть ниже дублируем. Также нажимаем и отпускаем. Главное не торопиться в этом. Чем медленнее вы будете выводить, тем плавнее будут ваши линии. Нажали, отпустили, нажали, отпустили. Вот так просто. Если вам неудобно, можете немного вертеть ноготок клиента. Кисточки прекрасные, выводят очень тоненькие линии. Нажали, отпустили. Я никогда не рисую два мензеля за раз. Каждый раз я макаю кисточку, чтобы у меня постоянно была капелька на кончике. Нажали, отпустили. Для чего нужно пропитывать кисточку перед началом? Если вы кисточку не пропитаете, тогда эта ваша капелька уплывет от кончика. А нам нужно, чтобы эта капля была всегда на конце. И с каждой запятой я вытягиваю линии, чтобы наши вензеля смотрелись более изящно. Дополняю дизайн некоторыми маленькими запятыми. Когда я рисую вензеля, я стараюсь, видите, чтобы они у меня сходились все в одну точку. Тогда дизайн смотрится более законченным. Напоминаю, это была кисточка под номером 2. Она мне очень понравилась. Сейчас беру акриловую пудру с микроблеском и обильно посыпаю наш дизайн. Очень часто слышу, что не держатся такие дизайны. Я вам скажу почему. Или стираются. Это все потому, что вы посыпали акриловую пудру, стряхнули излишки и сразу же отправили в лампу. Во-первых, мало посушили, во-вторых, мало посыпали. Нужно посыпать, подождать немного, чтобы акриловая пудра впиталась и просушить 3 минутки в мощной лампе 48 Вт. Сейчас такой дизайн ношу я. Мне очень нравится. Рассмотрим вторую кисточку под номером 3. Длинный ворс, мягкая, но упругая. Также пропитываю кисточку. У меня сейчас будет работать посложнее, потому что я буду работать гель-пастой без липкого слоя. Она густоватая, но мы попробуем. Нам просто нужно посмотреть, как эта кисточка выводит линии. Очень хорошо. Линии получаются длинные. Я бы не использовала эту кисть для вензелей. Наверное, скорее всего для геометрии. Потому что кисточка не очень хорошо закругляет линии. Но она очень тоненькая. Видите, какие усики длинные. Вот длинные линии у нее очень хорошо получаются. Что я заметила, какой плюс у этих кисточек. Во-первых, конечно же, цена. Это в районе что-то 110 рублей они стоили с бесплатной доставкой. Пришли они очень быстро ко мне, за две недели. Кисточки очень в меру мягкие и в меру жесткие. И у них очень тоненький кончик. Просто нереально тонкий. Такие тоненькие линии выводят. В общем, я в восторге. Но в то же время упругая. Посмотрите, как точечки хорошо ставят. Хотя гель-паста очень густая. Вот такая бабочка у нас получилась. Почему я взяла гель-пасту? Чтобы бабочка была как бы объемная. Если кому вдруг интересно, на этой типсе у меня черный гель-лак. И в липкий слой я втерла хлопья юки. И так просушиваем. Вот такие дизайны у нас сегодня получились. Если остались какие-то вопросы ко мне, задавайте их в комментариях. И вот эти чудесные кисточки. Ссылку на кисти оставлю под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!